Запретить нельзя легализовать. Где ставить запятую в этом предложении? Мнения экспертов разделились. Принятый парламентом закон об игорном бизнесе вызвал немало споров в обществе. Его защитники утверждают, что заведение с азартными играми существует и сейчас. Теперь же теневые финансовые потоки перенаправят в бюджет. Принять этого закона – это положительный момент, потому что это будет способствовать наполнению бюджета. Положительным моментом является то, что был урегулирован в целом тот пакет правоотношений, который и так существовал, но был вне юридического поля. Кроме того, в документе содержится целый ряд ограничительных мер. В частности, казино будут функционировать только в пятизвездочных отелях, либо в загородных специальных зонах. А вот залы игровых автоматов и букмекерские конторы могут открываться и в трехзвездочных гостиницах. Также законодатели пообещали, что на официальном уровне будет проводиться борьба с лудоманией, игровой зависимостью. Я считаю, что это позитивный момент. Первое – это наполнение бюджета, бюджета государства в первую очередь. И это возможность регулировать этот игорный бизнес. Те ограничения, которые указаны в этом законе, если они будут соблюдаться, я на это очень рассчитываю. Будет еще и контроль со стороны государства, государственных органов, чтобы игорный бизнес не попадали те люди, которые зависимы от игры. Де-факто игорный бизнес существовал и после запрета 11-летней давности. К примеру, в 21-й квартире на Королево 33 уже много лет работает игровой павильон. Окна со всех сторон закрыты. Пристройка вместо балкона представляет собой сплошную бетонную конструкцию, чтобы с улицы никто не мог увидеть, что находится внутри. Правоохранители уже несколько раз изымали у владельца незаконные игровые автоматы. Но через короткое время зал возобновлял свою работу. По словам жильцов дома, вот за этой металлической дверью находится подпольное казино, которое к тому же уже несколько раз закрывали. Сверху расположена камера, которая фиксирует тех, кто хочет зайти, пропускают, как говорят люди, только своих. Нашей съемочной группе, естественно, никто открывать дверь не собирается. Увидев съемочную группу репортера, организаторы подпольного игрового зала не решились открыть двери даже доставщику питьевой воды, который уехал, так и не отдав заказ. Однако завозят в заведение не только воду. Сюда машина подъезжает, они привозят воду, они привозят коньяк еще какой-то в пятилитровых бутлях. Это же все видно. И они не скрываются, они вот машину тут оставляют и выгружаются. Сначала они нам не мешали, они ходили с той стороны, когда было разрешено государством, они ходили все, только мусор выносили с этой стороны. Потом, когда закрыли эту всю лавочку, то есть начали ходить все люди через нашу парадную. Из-за этого мы ставили дверь, потому что тут был проходной двор, но сейчас они работают по звонку. Они установили две камеры видеонаблюдения. То есть человек уходит, приходит, за ним наблюдают несанкционированно, без разрешения самих жильцов были установлены эти камеры. Дальше у них включается постоянно вытяжка, там курят в этом помещении. И все вот эти вот круглые сутки идет оттуда запах табака, кальяна и так далее. Большая нагрузка на электрооборудование. То есть люди живут на пороховой бочке в самом прямом смысле этого слова. Депутат горсовета Вадим Терещук не первый год борется с этим подпольным бизнесом. Однако управы на теневых коммерсантов нет. Избранник категорически против легализации подобных заведений где-либо. Мои постоянные запросы, они заканчиваются тем, что сегодня, как знаете, забирают у них оборудование, на следующий же день вечером они завозят либо то, либо новое оборудование, суд им возвращает. Приняли закон, который дает возможность, я не удивлюсь, если на этом доме у нас возможность размещать в гостиницах, трехзвездочных гостиницах, вот такие вот игровые автоматы. Я не удивлюсь, если скоро это будет либо гостиница, либо филиал какой-то гостиницы. При нашей правоохранительной и судебной системе, скорее всего, найдут какую-то лазейку. Кроме того, противники закона считают, что ограничительные меры, прописанные в документе, слишком незначительны, да и работать на практике не будут. Первые поправки в этом законе свидетельствовали о том, что это будет абсолютно ограниченный бизнес в определенных игорных зонах, в пятизонечных отелях, с определенными ограничениями. На сегодняшний день мы видим, что закон, который был принят вчера, он был принят под определенные задачи, под определенные лоббистские группы, которые добились просто-напросто легализации этого бизнеса. Пока же закон в силу не вступил. Его заблокировали своими постановлениями об отмене решения Верховной Рады народные депутаты Вадим Новинский и Юлия Тимошенко, которая в бытность с премьером, собственно, и запретила игорный бизнес. Очевидно, что споры вокруг резонансного документа будут продолжаться еще долго. Константин Гречаны, Алексей Прокопенко, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».